Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели! В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 21 марта 2016 года, а уже полным ходом идет третий год нашего возвращения в состав Российской Федерации. Не присоединение, не как наши противники говорят, аннексии, а возвращение. Если помнить историю 20 века и помнить, что произошло в 1954 году, мы вернулись. Нравится это кому-то или не нравится, кто-то это пытается выставить как упрек, кто-то выставить как претензию. Но решение принято, решение принято самими людьми с подавляющим большинством. Естественно, никто не против того, что были люди, которые и были не согласны. Эти люди есть, наверное, и до сих пор, но подавляющее большинство крымчан проголосовало за возврат. Он и состоялся. Третий год на пороге, с чем я вас всех и поздравляю. Сегодняшний день я хочу посвятить обсуждению геополитики как инструмента, знаете, такого ментального инструмента, который позволяет объяснить события, происходящие в мире. Это связано, во-первых, с вопросами наших телезрителей и радиослушателей, по e-mail, по приличных встречах. Многие люди задают вопрос, в общем-то, такой. Скажите, покажите методологию, при помощи которой можно анализировать открытые источники, можно анализировать новостную ленту. Как при помощи понятных методов делать выводы, например, которые делают аналитики, там типа Старикова, Федорова, Зазнобина, Ефимова, Пякина и так далее, и так далее. Людей, которых, в общем-то, многие смотрят на Ютубе, а вот саму методологию, как они приходят к таким выводам, в общем-то, ее на поверхности нет, и люди все чаще начинают спрашивать, потому что хотят сами докопаться до истины, хотят сами строить свои логические цепочки. И это, естественно, вызвано тем, что очень много наших людей, крымчан и граждан Российской Федерации, живущих в других регионах, украинцев, которые живут во всех регионах Украины, но, тем не менее, самоидентификация у них такая же, как и у нас. Они являются сторонниками русского мира. Возможно, сейчас в силу репрессий, которые царят на территории Украины, они там на самом деле есть. Если вы услышите о том, что это ватники раздувают неправду, то мы с вами, живя в Крыму, мы общаемся с огромным количеством беженцев и людей, которые пересекли границу не от хорошей жизни. И они на самом деле спасали свои жизни во многом. А многие жизни даже спасти не удалось, и многие родственники находятся в застенках. И это факт. Факт, который реально на опросах людей живых, в общем-то, и ничем не опровергнуть. Но вернемся к методологии. Геополитика, и все задают вопрос о геополитике. Вот что это такое? Геополитика – это теория места в пространстве, и она как бы характеризуется несколькими такими важными постулатами. Существуют страны моря и существуют страны суши. Хартленд или сердце Земли, оно находится как раз посредине Евразии. Это территория исторически, на которой находится Россия. Причем Россия находится на сердце планеты. Она находится на протяжении нескольких тысяч лет. И что касается писанной истории так точно, а не писанной так и намного больше. И поэтому получается ситуация, при которой вот в сердце всегда самоидентификация, всегда цели, всегда направление деятельности человеческого общества было направлено на то, что здесь максимально сохранена самоидентификация. Здесь люди говорят на том же языке, о котором говорили несколько веков тому назад. Здесь находится ядро. Ядро русской цивилизации. Причем там живут не только этнические русские, там живут разные народы, которые находятся в ядре. Это так называемые коренные народы Российской Федерации. И есть окраинные народы, которые, в общем-то, находятся преимущественно почему-то на островах, которые считаются государствами моря. Море как будто бы дает оперативное преимущество, связанное с удешевлением транспортных расходов, с логистикой более дешевой, поскольку считается по умолчанию, что транспорт на суше дороже, чем транспорт по морю или по рекам. Это на самом деле так и есть. И даже если посмотреть документы, касающиеся вторжения Наполеона в 1812 году, то там война шла прежде всего по рекам. То есть русские дороги традиционно считались труднопроходимыми, и войска двигались по рекам. По Днепру, по Оке. И короткие переходы между реками, это, в общем-то, и была составная часть пути. То есть с точки зрения вот этой транспортной части, с точки зрения разделения человечества на две цивилизации, цивилизации суши и цивилизации моря, в общем-то, здесь спорить не о чем. И геополитика в данном случае, она, в общем-то, ну, показывает, в принципе, реальную методологию, даже с точки зрения того, что когда распался Советский Союз, Советский Союз, как сердцевина цивилизации суши, то первым, кто отпал от Советского Союза, были Прибалтийские республики, причем Прибалтийские республики Балтийского Западного моря, в котором выход был сразу в западную цивилизацию. А Черное море с этим было труднее, поскольку море было закрыто, и Черноморский флот контролировал выходы из Черного моря. То есть с этой точки зрения цивилизация моря, которая все время испытывает, ну, как бы неприязнь к цивилизации суши, все время испытывает, практикует экспансию, все время у нас были волнами походы, связанные с завоеванием как не физически оружием, так и идеологически. Физическое оружие, мы с вами уже вспоминали миллионы раз, это и вторжение Ливонского, Тевтонского орденов, и их поражение. Это вторжение поляков, которые дошли до Москвы и, в общем-то, ознаменовали смуту 1612 года. Это тот же Наполеон, тот же Гитлер. И вот эти все вторжения, силы и оружие, они продемонстрировали всему миру, и цивилизации суши, и цивилизации моря. Они продемонстрировали то, что силы и оружие, вот это ядро, находящееся в сердце планеты, а это вот Москва, Владимир, Омск, Тобольск, цивилизация, расположенная по Аби, вот это примерно, вот это сердцевина. И нужно сказать, что, хотя и есть расхожее мнение, что Россия это часть Европы, чувствуете даже ментально по словосочетанию, Россия часть Европы, то есть Россия не сердце мира, Россия не сердце суши, а часть Европы. То есть даже ментально тут получается такое себе подчинение. Но есть очень четко разведывательный постулат, который звучит примерно так. Во все времена, во все вооруженные нападения на Хартленд, на нас, то есть на русскую цивилизацию, на сердце мира, будь то ордена немецких рыцарей, крестоносцев, будь то Наполеон, Гитлер и так далее, Россия побеждала всегда, опираясь на Азию. Всегда опираясь на Азию, Россия побеждала. Это было и в гражданскую войну, это было и в Великую Отечественную, все ресурсы к нам шли не из оккупированной европейской части России, а из Азии. И даже то, что Сталин сумел включить в орбиту влияние Хартленда Китай, Китайскую Народную Республику, фактически повторил границы Орды. Только подтверждает этот тезис, что Россия – это не часть Европы, это отдельная цивилизация, которая на самом деле должна доминировать над Европой, что сегодня мы с вами и наблюдаем. Я плавненько подвожу к тому, что происходит в Сирии. Многие телезрители задают вопрос, ну как так, мы ввели войска, мы не достигли военных побед, военных, внимание, не политических, а военных. То есть ставилась задача уничтожения ИГИЛ. ИГИЛ не уничтожен. Ставилась задача, ну там, помочь Асаду. Ну да, Асад укрепил свое политическое положение, он стал более устойчив, с ним сели за стол переговоров, с оговорками там, но тем не менее. И тем не менее люди задают вопрос, почему мы ушли. На самом деле мы не знаем с вами всей информации, которая сопровождает все эти события. Не будем забывать, что вот это соглашение от 22 февраля о перемирии между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией по перемирию на территории Сирии между всеми воюющими сторонами, а в этом соглашении было установлено четкое правило, что на базе ХМИМ русских российских военно-космических сил и на военной базе Соединенных Штатов на территории Ирака образованы так называемые информационные центры по регистрации тех людей, которые согласны с условиями перемирия и складывают оружие и готовы участвовать в политическом процессе переустройства Сирии. То есть мы сразу обращаем внимание, что цивилизация суши, как то Российская Федерация и цивилизация моря Соединенные Штаты, они договорились тактически в этом месте, но сам уход Российской Федерации, это скорее всего тактическое действие, связанное с тем, что на протяжении пяти месяцев Запад готовил масштабную провокацию. Эта провокация, во-первых, выразилась в подлом сбитии нашего бомбардировщика, но тем не менее наличие крупной группировки, оно как бы втягивало Россию в конфликт, если бы, например, со стороны каких-либо союзников Соединенных Штатов была проведена масштабная провокация, а то, что провокации со стороны Запада были, есть и будут, это как бы язык их общения международный. Мы с вами не сомневаемся, даже если вспомнить известную химическую историю 2013 года, когда мы с вами прекрасно помним, что химическое оружие было из Балкан транспортными путями, там, кстати, участвовали и украинские компании, было переброшено в северные районы Турции, в северные районы Сирии, через границу Турции, была применена провокация, и в результате сети Центрической войны, когда операция под чужим флагом, журналисты с камерами стоят, вина на эту ситуацию была возложена на Башара Асада, только потому, что у него в арсеналах были запасы определенного химического оружия. То есть провокация, она всегда делается, ну, как бы под чужим флагом. Этим Запад славится на протяжении веков. Если вспомнить, как Германия фашистская вторглась в Польшу, когда был образцово-показательно расстрелян постпограничный пункт Германии переодетыми диверсантами, как осуществилась бомбежка Перл-Харбора, то такие провокации, это, в общем-то, основной хлеб западных спецслужб, и, в общем-то, ожидалась массивная такая провокация, из которой выйти оказалось достаточно просто. Причем выход этот политический. Кстати, хочу обратить внимание, что сегодня представитель Генерального штаба Российских вооруженных сил сделал заявление, что 22 февраля соглашение о перемирии между Соединенными Штатами, как лидерами одной коалиции, и Российской Федерацией, как лидером другой коалиции, было достигнуто. Тем не менее, американская сторона, в общем-то, от конкретных предметных разговоров о том, каким образом осуществлять управление этим перемирием, в общем-то, как бы тянет время и самоустраняется. И поэтому с 22 марта Россия оставляет свое право в одностороннем порядке применять силу против сторон, которые не удовлетворяют требованиям соглашения о перемирии. Это, кстати, к вопросу о том, ушла ли Россия из Сирии. Россия из Сирии вывела основную часть группировки, но при этом сохранилась военно-воздушная база «Хмеймим», сохранилась военно-морская база в «Тартусе», и сохранилась вся инфраструктура, связанная с системой ПВО, связанная с частью авиации. При этом не будем забывать о нашей группировке, казалось бы, совершенно не океанических кораблей. Эта группировка называется «Флотилия Каспийска», из которой ракетами «Калибр» было сделано точное бомбометание по целям в Сирии. То есть в любом случае мы оттуда не ушли, и президент сказал, что мы можем в течение часов свою группировку нарастить. Но политически, после всего, как всему миру было заявлено, что Россия выходит после достижения своих целей из Сирии, осуществлять провокацию, ожидаемую с той стороны, в общем-то, уже не приходится. Это такая тактическая победа. Но вернемся к геополитике. Получается, что за всю историю Российской Федерации, или Большой России, или Руси, мы с вами находимся под большим давлением среды. Среда эта называется Запад. Причем Запад, это не только географическое понятие, это как раз и есть вот эти страны моря. Мы находились под давлением, например, Японии, которая уж точно является Дальним Востоком, но тем не менее по своей идеологии, по своей исторической подчиненности Великобритании. А не будем забывать, что в 40-х годах 19 века Великобритания ввела опиумные завоевательские войны в Юго-Восточной Азии. И таким вот образом она осуществляла свою экспансию на все государства моря с этой стороны Хартленда. И получается, что мы все время находимся как бы под давлением вот этой среды. Любой человек вспомнит о том, что если посмотреть на военно-морские, военно-воздушные базы Соединенных Штатов Америки, где они расположены, то не надо быть семипядей во лбу, чтобы увидеть, что Запад руками Соединенных Штатов Америки просто окольцевал Российскую Федерацию своей военной инфраструктурой. Сюда же в строку кладется и пресловутая ПРО противоракетная оборона, которая на словах как бы была направлена против ракет из Ирана. Если посмотреть по географии, это просто разговоры в пользу приезжих. Ну то есть издеваться можно до определенного предела, когда люди теряют берега, они начинают издеваться и рассказывать, что противоракетная оборона в Чехии, где Чехия, где Иран, направлена для отражения ракет, которые якобы Иран должен запускать, ну обидевшись на Чехию, например, или на Румынию, или на Польшу. То есть это вся инфраструктура военная точно так же, как инфраструктура Тевтонского, Ливонского орденов, как инфраструктура военная Наполеона. Инфраструктура Гитлера, который достаточно филигранно, достаточно быстро подчинил себе всю Европу и сделал из нее свой гитлеровский Евросоюз и всеми ресурсами Евросоюза ударил по Советскому Союзу. Ничего не меняется на этом свете. И вся геополитика, она на самом деле говорит только об этом. Это наука о пространстве и о месте в этом пространстве различных субъектов истории. Но мне кажется, что всем людям, которые интересуются геополитикой, нужно понимать, что речь идет не только о цивилизации моря или цивилизации суши. Речь идет о том, что путем длинных многовековых процессов, связанных с выведением особых пород людей, я бы даже так сказал. То есть, если вспомнить Инквизицию, если вспомнить огораживание, если вспомнить тотальную зачистку славянских народов в той же Западной Европе, а слово Берлин имеет славянские корни, слово Пруссия тоже имеет славянские корни, да, собственно говоря, и Шотландия это однокоренное, шотландцы однокоренное слово со скифами, скотами, то мы с вами можем обратить внимание, что, например, те же англосаксы это всего лишь народ, который в результате четырех атак, сначала бриты, потом саксы, потом нормандцы, да, там происходила определенная, знаете, селективная работа. Всех мужчин вырезали, женщин насиловали, и как бы образовывался новый народ. И вот в результате того, что вот в государствах моря происходила на протяжении человеческой истории определенная селекция людей, которые совершенно с другими ценностями, совершенно с другими взглядами на жизнь. Вспоминаем с вами, у нас был целый эфир, посвященный целям и задачам информационной войны британской разведки МИ-6 против Украины и России. Там было четко написано, какие основные цели преследуют, а эти цели связаны с нашими традиционными ценностями. Это было связано с нашими ценностями семьи, с патриотизмом, с чувством победы и празднованием культа победы, а для россиян, всех без исключения, независимо от национальности, победа 1945 года, она имеет сакральное значение, потому что речь шла о вообще зачеркивании всей цивилизации Хартленда. И об этом написано даже в планах Барбаросса, того же Гитлера, когда из всего населения Советского Союза надо было оставить всего лишь 20 миллионов для обслуживания, а всю остальную землю отдать германцам, как титульной нации, и таким образом решить русский вопрос раз и навсегда. Русский, я имею в виду, это язык, титульное общение международами, живущими на планете. Так вот, цивилизация моря и цивилизация суши – это маскировочка, связанная с тем, чтобы замаскировать сам факт того, что люди, живущие в Хартленде и люди, живущие на окраинах, это люди, которые специально выведены в результате, а процесс истории, он управляемый. Все, что происходит с людьми, геноциды, зачистки, этнические чистки, стравливания, людям, которые внутри этого процесса живут, им кажется, что это происходит как-то стихийно, но на самом деле ничего стихийного в природе не бывает, все имеет управляемый процесс. Причем иногда цели этого управления, они отстоят даже не на лаг человеческой жизни, а, скажем, три человеческих жизни, пять. Есть определенные спецслужбы, у которых горизонты планирования начинаются от 300-400 лет. И вот если посмотреть на этот вопрос, то мы с вами понимаем, что когда немцы вторгаются в Белоруссию или Украинскую Советскую Социалистическую Республику и начинают вырезать, выжигать, заниматься этническим геноцидом, то тут речь идет, скорее всего, о том, что даже люди разные. То есть, когда русских советских солдат упрекают, что они выгнали гитлеровцев и дошли до Берлина, и им начинают приписывать, что они зверски насиловали миллиарды чуть ли не немок, то этим самым тоже пытаются замаскировать тот факт, что в советской армии, безусловно, были попытки или были там эксцессы, связанные с тем, что некоторые военнослужащие, особенно те, которые прошли всю войну, срывались с катушек и что-то происходило, их расстреливали. Их наказывали, причем наказывали настолько жестко, что массового характера это не имело. Но вот то, что творили оккупационные войска британцев, Соединенных Штатов Америки и французов, особенно после того, когда они бомбардировками сожгли Дрезден, да причем сожгли так, как будто бы там действительно взорвалась ядерная бомба, а Токио они сожгли чуть попозже тоже, и там погибло людей больше, чем при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Вот это звериный оскал цивилизации моря, который является человеконенавистническим. Это является фундаментом той самой информационной войны, которой мы с вами занимаемся два года и пытаемся каким-то образом понять, а что происходит на этом свете, ну на самом глубинном уровне. Ну да, сражение за ресурсы, ну да, сражение за нефть, за газ, за воду, за пахотные земли. А суть-то в чем? А суть заключается в том, что есть генетическое неприятие, есть неприятие цивилизационное, причем на уровне животных инстинктов. И когда мы с вами ведем споры с украинцами с той стороны, которые, в общем-то, находятся в таком информационном поле, у нас с ними разговор идет не на глубинных уровнях. Мы говорим, а у вас в России так, а у вас там голод, а еще что-то. И при этом обсуждаются вещи, ну такого поверхностного уровня, к сути, не имеющие никакого отношения. Так вот, если рассматривать с глубинных сторон, то любые диалоги с украинцами, особенно такими сведомыми, но еще не потерявшими остатки человечности, разговор стоит вести вот на каком уровне. Объясни мне, дорогой друг, пожалуйста, первая часть. Как ты можешь оправдывать преступников, которые убивают жертв, если жертвы всего лишь навсего не согласились с незаконным государственным переворотом, связанным с убийствами тысяч человек в Киеве. Вспоминаем, что в Киеве Краматорий работал во времена января-февраля достаточно плотно. Они потребовали, а в федерализации право использовать свой язык. Им в этом отказали, и их начали уничтожать в результате пары провокаций. Когда под чужим флагом было сделано несколько образцово-показательных убийств, и Турчинов 14 апреля 2014 года дал команду о начале антитеррористической операции. Как ты можешь оправдывать преступников, которые убивают жертв? И вот если вот на таком глубинном уровне раскладывать всю логику событий, то я на собственном опыте хочу сказать очень многих людей, с которыми приходится вести диалог, им трудно на это что-то возразить. Они начинают рассказывать о праве на восстании и так далее, и так далее. Ну как это делается на ток-шоу в Российской Федерации. Там есть пара-тройка записных украинцев, профессиональных. Но тем не менее у людей, у которых есть остатки совести, они этому возразить ничего не могут. И по большому счету, вот если этот критерий применить на территории Украины, кроме тех, которые зарабатывают на государственном перевороте, с совестью у людей все на самом деле нормально. То есть они понимают, что они вписались в такую историю, от которой будет расхлебывать весь народ, живущий на этой территории. И это дает надежду нам с вами, что если мы будем пользоваться методологией добра и зла, мы будем пользоваться методологией преступника и жертвы, и будем раскладывать по временной шкале, с чего все началось, и что на самом деле произошло в Киеве в январе-феврале 2014 года, в результате чего последовало наше воссоединение с Российской Федерацией. Мы отказали жить под властью преступников, пришедших к власти. На Донбассе произошли те же самые события с рядом юридических особенностей и рядом олигархических особенностей, скажем так. И вот сложилась такая картина, которая сложилась на сегодня, на 21 марта 2016 года, при которой, слава богу, в результате определенного маневрирования российского руководства, мы с вами живем еще под мирным небом, и есть большая надежда, что так оно будет и дальше. Самое главное – посевать вот эту методологию добра и зла, цивилизации моря и цивилизации суши, напоминать этническим русским, представителям русского суперэтноса, живущим на территории Украины, что во всем мире их считают или будут считать этот процесс только на старте, ветвью русского народа, который предал сердце, ядро своего суперэтноса и лег под цивилизацию моря. Это на самом деле очень важно. Это особенно касается офицеров, военнослужащих Украины, которые пытаются найти оправдание своим действиям, которые не исполнили присягу в феврале 2014 года, которые не отказались исполнять преступные приказы, преступников, захвативших власть в Киеве, и которые на самом деле во многом виновны в том, что страна приведена в состояние гражданской войны. Вот, собственно говоря, что я хотел сказать сегодня 21 марта 2016 года о геополитике, о маскировке, дезинформации и саботаже в информационной работе и о том, что нам с вами всегда нужно в своих логических построениях и дискуссиях всегда опускаться на самый глубинный фундаментальный уровень. Это уровень добра и зла. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова